Нужно не дождаться, но мы не дождемся, мы не дождемся, дождемся, дождемся. И дождемся, 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 дождемся. Давайте открываем первую, первую, иоанн. Гнём к следующему, 5 глава, 14 стих. И вот какое дождение мы имеем, И вот какое дождение мы имеем, Давайте внимательно слушаем. Каждое слово. Что когда просим, чего поволи его, Он слушает нас. Бог всегда слышит что-то. Слышит, что идет. Он не глухой. Как один мальчик однажды малился, кричал. Смотрите, что в доме, в первую очередь, Он думает, что он думает, что он думает. Он думает, что он думает, что он думает, что он думает. Я хочу конфет. Очень громко. И грушки, и так далее. Мама, мать говорит, что ты кричишь, Бог не глухой. Я знаю, что Бог не глухой. Но с дедушкой в соседней комнате он глухой. Но в дедушке, что он говорит, что он говорит, что он говорит, что он говорит. Но здесь написано «слушает». Есть разница. Да, но в таком случае он говорит, что он говорит, что он говорит. Но здесь так же – «слушать и слушать». В русском языке не имеет значения, но он говорит что он говорит « звезд». То есть, вникать в внимательное слушание, и следствие, как это слушание, исполнять. То есть, посмотрите, в каком случае Бог слушает здесь написано? Написано, когда просим чего по его воле, когда молимся по его воле. И дальше, когда мы знаем, что он слушает нас, то есть, знаем, что он слушает, он услышал твою молитву, то есть, он принял во внимании. То есть, почему мы знаем? Потому что знаем, что по его воле мы молимся. Потому что если мы слушаем нас, то мы не понимаем, что он думает, что вы думаете. Некоторые сомневаются, а это воля Божья или нет? Некоторые даже не задумываются. Его воля или нет? Просто... Протолкнем и все. Но это не так. Если слово так говорит... Написано, что Бог бодрствует над Своим Словом, чтобы оно исполнилось. Бог посылает Слово, и оно следит, чтобы оно исполнилось. И не возвращается к нему четным, напрасно. И когда мы знаем, что Он слушает нас, чего бы мы не просили, знаем мы то, что получаем просимое от Него. Обратите внимание, не получим, а получаем. То есть процесс идет, процесс... Как бы, ну как вот, ты что-то заказал и посылка уже в пути. Станула, гурт, антаса, сгызвется. Оринак, у него не бам патвире лезь, и патвире чанапарина галисы. Да, вот сейчас такие технологии, что... Механизмы, что ты следишь там, по компьютеру или телефону. Что ты заказал? И там пишется, да? И там пишется, да? Кто знает, о чем я говорю? Что... Твоя посылка там. Потом здесь. Потом здесь. Потом здесь. И уже здесь. И... Звонок дверь получит. Понимаете, да? То есть ты видишь, что ты уже получаешь... То есть процесс идет. Потому что все сделала правильно. Конечно. Мы не можем просто математически подходить здесь 100%. Мы не можем просто это сделать, что это не теряя. Потому что здесь. Это... Боже... Например. Израиль был в пустыне, когда они были в пустыне. И они кричали, раптали и так далее. На Моисея, зачем ты вывел нас? На Бога и так далее. Мы голодные и так далее. Они не просили ничего у Бога. Но что Бог сделал? И воду дал. И так же мясо подлетело, да? И мясо, и хлеб манна падал с ним. Но они не просили. Но там другой вопрос вообще. Но это не то, что должно постоянно вот так работать. Есть, опять же говорю, воля Божия. Это милость. Мы не должны просто злоупотреблять его милостью. Конечно, Бог, тот, который дает нам больше, чем мы просим. Еще раз вопрос. Могут называть его милостью. Но если мы не просим. Мы не просим. Мы сразу пишем, что мы не просим. Мы не просим. Много. Как мы просим. Субтитры делал DimaTorzok 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 Аминь! Аминь! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Аминь! Субтитры делал DimaTorzok 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 Аминь! ТО, ЧТО, ЧТО ВНЕУЖЕ СЛЛУ Strom Боли Божии Ай McArthur Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Хатене, т. manner ТОЕС, Желане И ДЕСТВИЕ по своему благоволению. Не по нашему, по нашему, а по своему. Поэтому очень важно смотреть очень... Ты можешь сказать, ну я молюсь уже столько лет. Не, вообще, просто я молящийся человек. Знаете, вот, зная эти вещи, можем более эффективно в молитве быть. Аминь. Ты можешь молиться пять лет. И один или один год. Ну, один год будет более плодотворный, чем пять лет молитвы. И мы узнаем вот эти секреты Божьего Царства. С чем это связано? Смотрите, это связано даже со Старым Заветом, если мы откроем сейчас. Понимаете, Филиппийцам опять я хочу показать, что... Бог производит нас желание. Внутри нас, Бог. Для этого, и тогда, когда мы будем действовать, будет его, как бы его воля. Я говорю о Малитве. То есть это будет его воля. И не будет ничего лишнего. И тогда знаем, что получаем про себя. Для этого мы должны опять же все связано. Быть посвященный Богу. Посвящаться. Быть открытыми для него. Как сосуды Божьи, как Павел пишет. Но у нас семинары, мы чуть учимся, здесь не проповедь. Но у нас семинары, мы чуть учимся, здесь не проповедь. И есть такая вещь, которая называется ФИМИАМ. И когда он взял книгу, то тогда 4 животных и 24 старца пали перед Аганцем, имеет каждый гусы и золотые чаши полный фИМИАМА, который суть Малитвы святых. И когда гирка выясняется, 4 генитаны и 24 старца пали перед Аганцем и 24 старца пали перед Аганцем. Интересно, вот это 5-8, у нас, на этом откровении мы строим наши молитвенные собрания. Написано, имеют гуслы и молитвы. То есть музыка, прославление и молитвы. Сочетание. Теперь откроем еще Псалом 140. Салмоз, Хайринум 41. Второй стих. Да направится молитва моя, как в фимеам перед лицо твоё. То есть молитва моя, как в фимеам перед лицо твоё. То есть молитва моя, как в фимеам перед лицо твоё. То есть молитва моя, как в фимеам перед лицо твоё. То есть молитва моя, как в фимеам перед лицо твоё. То есть молитва моя, как в фимеам перед лицо твоё. То есть молитва моя, как в фимеам перед лицо твоё. То есть молитва моя, как в фимеам перед лицо твоё. То есть молитва моя, как в фимеам перед лицо твоё, как в фимеам перед лицо твоё. Теперь откроем исход 30-я глава. Ты думаешь, зачем вот столько углубляться? Ну тогда давайте вырвем некоторые главы из Библии. Нет, это всё подтверждает. Павел говорит, то, что было в Старом Завете, это прообразы для нас, достигших этих веков, для Нового Завета. 30-я глава, 34-я глава, 34-я глава, и сказал Господь, Моисеюс, Моисеюс, сказал Господь. Возьмите себе благовонных вишест. И перечисление идёт. И он говорит, я буду открываться тебе. И вы знаете, кто знает, там было в святилище, и в святилище вот это кадила, как она называется. И это, наверное, это было в святилище. Он говорит, что это было в святилище, и в святилище, и в святилище. Но в составе, посмотрите, сказал Господь. Вы знаете, что это было в святилище. И это было в святилище. Не люди придумали, что ты на насыпать. Вы знаете, что это было в святилище. Так он сказал, что это было в святилище. Это собрать, и когда будешь вас курять, я буду открываться. Правообраз, чего? То есть, что делал Моисей? Что это сделал? Священники использовали этот фимиям, собранный по воле Божьей. Видите, опять же, «Воле Божьей». И поэтому Бог открылся. Именно вот этих веществ, которые я здесь не перечислил. Вы можете прочитать потом. Именно вот столько. Я чему это говорит? То, что мы прочитали первое Иоанна. Если молимся по воле, он вкладывает в нас. Ты думаешь, что ты, допустим, что ты получил? Я догадался, я получил. Я молился. Это все связано, смотрите. Это все связано. Почему Бог открылся здесь? Потому что они сделали все так, как Бог сказал. Почему мы не получаем некоторые вещи? Потому что мы не получаем его. Потому что мы не получаем его. Это не так. Это не так. Опять же говорю, по милостям, можем. Потому что он наш отец, мы его детям. Мы, Бог, есть любовь. И по своей великой любви. Он даст нам то, что мы нужны. Но это не будет постоянно. Нужно молиться не за милость, а по милости, а по воле Божьей. Если хочешь быть духовным снайпером. Хорошее выражение, да? Быть духовным снайпером. Аминь. И молитва это не ритуал, запомните. Просто вот. Давайте помолимся и пошли. Это не так. Вкладывайте смысл. Пусть лучше несколька слов сказать. По воле его. Это тема, это тема. Это тема, это тема. Это тема, это тема. Все. Давайте будем разумными и грамотными молитвами. Итак, молясь, не говорите много, старайтесь знать, что есть воля Божья. А для этого не просто разовы какие-то моменты. Договорим, что жизнь был в Молитвии. Но она не complexes. Она всегда была в Молитвии. Говорят, что жизнь был в Молитвии. Ефесианам 6, 18. 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 Итак, вещества, о которых Бог сказал Моисею, я хочу еще дополнить это. Для составления фемиама, то есть молитвы, с собой представляют, как бы так сказать, по одной версии, это Слово Божие. Да, а почему горит? Откуда огонь? А огонь с жертвенника? А откуда на жертвенники? Это огонь от Бога приходил. Аминь. Потому что чужды огонь, чтобы не было там. Там были люди, которые принесли чужды огонь, и уничтожили, и уничтожили, и уничтожили, и уничтожили. Конечно, Новый Завет не так. Ихаркин, нору ухтума, айтпес че. Но праообраз есть. Что мы должны, Духам святым, чтобы мы должны быть сухой, поджигать, как бы зажигать, чтобы молитва была зажигательная, где есть Слово Божие. Аминь. И кстати, как бы практично, а при у нас есть молитвы, и мы не можем говорить, что мы хотим, мы имеем к молитву. Пункты молитвеной группы, если кто участвует, он знает. И там есть пункты, и под каждым пунктом мы поставили мистописание. Для чего? Инчу. Потому что Слово Божие, он диктует нам направление в молитву. Например, Пункт «Малитва заверующих церквей» Молим си. Вопросы возникнут или нет? У некоторых возникнут. Знаете, какие вопросы? А конкретно можно, по конкретнее? За что конкретно? Ну, за верующий понятное. А конкретно что? Есть много мест, которые мы должны использовать, которые дают нам направление в «Малитве». Например, здесь вот «Малитве» в этой группе. Например, пункт «Заверующий». И первое место. Ефесянам 1 глава 16-19. Я к примеру говорю. Это как пример для нашей жизни. И что там говорится? Это как пример «Малитва Павла»? Это «Малитва, чтобы Бог дал вам духа премудрости». Это «Малитва, чтобы Бог дал вам духа премудрости». Это «Малитва». Это «Малитва». А это «Малитва»? Это «Малитва». Здесь несколько мест. Ефесиан 5, 26, 27. Кто помнит, о чем это? Здесь не написано, здесь только у меня мест. Поехали, надо читать Библию. Мы не будем рискать. Библию надо читать, чтобы слово пребывало. И когда будем молиться, это будет всплывать. Ты будешь знать. И конкретно Ефесиан 5, 26, 27. Чтобы церковь была свята и непорочна. Чтобы было бы невестой. Это уже молитва о святости для верующих. И другие места. И другие места. Я сейчас не буду все. Я просто пример привел. Я, как вы говорите, не было много мест. За защиту, за спасение, и так далее. И так далее. Это диктует нам направление. Аминь. И мы тогда не будем, как бы, в сомнениях или непонятно в чем. Аминь. Аминь. То есть молитва по-воле божи. Урагом он аглотел асцук амки. Это молитва так же словом божи. Это молитва. Но, смотри, я еще раз повторяю. Что Бог производит в нас желание. Аминь. 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 Это молитвы. Что наши молитвы. Должны быть более грамотными. Потому что молитвы нужно учиться. Это молитвы. И не за того, что мы собрали людей и просто навязываем, что надо учиться. Это молитва Иисуса. И не за того, что это кристоси. Это молитвы. И не за того, что мы грамотные ученики. И не за того, что мы не знаем, что мы грамотные ученики. И, как и больше ты знаешь, И еще хочу сказать, конечно, очень много есть. И еще хочу сказать, конечно, очень много есть. И это очень важно. И основные вещи мы говорим. И на языках. Когда христианин крестит, Бог дает нам личный молитвенный язык. Это Дух Святой или нет, так далее, мы должны поддерживать того, что мы видим Слове. Это Лука 11, 13. Если вы, как злые, умеете даяние блага дать детям вашим, тем более, Отец Небесный, даст Духа Святого просьящим у него. И когда мы спросили Бога, Духа Святого, или спросили, если кто не кричит, это просьба, Павел Божий не сомневается. Это просьба, Павел Божий не сомневается. Это просьба, Павел Божий не сомневается, что ты просишь. Он говорит на не знакомом языке, Тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его. Он говорит, что он не сомневается. Он говорит на душе. Здесь в этой главе много вещей, которые должны быть раздельны. Но берут все путают. Кто говорит на не знаком языке, тот говорит, что не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он говорит, что он не понимает его. Он говорит, что он не понимает его. Вопрос. Вопрос. Я думаю, вопрос возникнет. Почему тогда в Диане 2 главе, когда ученики крисели с Духом Святым, они начали говорить на языке? И окружающий народ понимал их. Вы читали это? Вы читали эти вопросы? Когда они сделали шум, и все были удивлены, и были очень много людей, потому что они приехали на праздник всех регионеров, разных местах, разных местах. Ето написано, «З слышали, мы говорили, мы говорили на язык, которые странные и наши языки, которые странные, так что понимали». Ррушил. Это, Продолжение следует... 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 Павел говорит в Каринфинах, что это из Исаии. Понятно, да? Расканали? Что это было для того, чтобы люди поняли, что это сверхъестественно. Поэтому там люди их понимали. Конечно, я думаю, что потом их языки изменились. Я думаю, что, когда вы понимали, что они встали, они встали. Может, остались, может, нет. Но Павел говорит, что кто говорит на них знакомые языки, тот никто не понимает. Никакого противоречия здесь нет. Никакого противоречия здесь нет. Что они говорят, что иные языки это иностранные какие-то языки. Это может быть. Это может быть. Это может быть. Какой-то местности, когда нужно будет кому-то что-то сказать, пророчество или что-то, где нет переводчиков. Но Павел продолжает. Вы все думаете, что вы поняли. Я думаю, что это было для доказательства, что это Бог. Это состояние их. Что это может быть. В 10-махах. И в 14-махах. В 1-мах. 2-й стих. Насколько раз. Насколько раз. Он говорит, что он говорит в Бог. Четвертый стих. Четвертый стих. Четвертый стих. Четвертый стих. Четвертый стих. Четвертый стих. Четвертый стих.